Приветствую вас в городе Боровске. Пока путешествуем далеко, не совсем удобно, поэтому ближайший городок от тех мест, где я бываю. Главные соборы этих мест, все виды, которые можно рассмотреть в этом старом городе, который прошел всю историю нашей страны. Есть тут знаменитые люди, которые жили недалеко, типа Адмирала, Синявина. Это старинные здания, которые легче рассмотреть, самостоятельно гуляя. Вот, собственно, памятник Адмирала Синявина, о котором больше знают в Симферополе и в Греции, чем в нашей стране. Это главный Благовещенский собор, то есть его колокольня, торговые ряды из XIX века, которые сохранились только потому, что в них люди работают до сих пор. Вот главный собор, внутри него мы тоже побываем. Собственно, городок очень тихий, уютный, тёплый и неприятный. Самостоятельно пройдите интересы, а с экскурсоводом ещё больше. Здесь желаю боярами Морозова, а также он связан с старообрядцами, собственно, с ней самой, и с космосом в виде Фёдорова, космиста, и далее уже самого Цауковского, который разрабатывал ракеты. Вам сожениться. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры, смотрите дальше ролик и видео в формате, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Будет ещё много-много чего интересного. А, да, не пойдётся, конечно, без памятника Ленину, который тут сохранился. Всем пока. Ждите новые работы. Да, городок построен. Это было городище, а сейчас здесь находится администрация. И острог тут, вот такие виды сверху, вы встретите. Построен он, ну, то есть признан существующим в 1358 год. Люди тут, конечно, жили немного раньше. Где-то на рубеже 6-7 века нашей эры, первое поселение. Данное часовенькое очень симпатично. Теперь описание ракеты и как всё это выглядит в натуральную величину. Немножко дальше. Дорожки пешеходные, очень уютные. Памятник Победе, то, что я уже снимала сама там вокруг. Расположена ещё и техника именно тех людей, кто погиб. Всё. Всем приятного просмотра. Откуда угодно. Официальная история города Порска начинается в 1358 годах. Именно в этом году Дмитрий Николаевич, он сыграл в его судьбе значительную роль. Сам Дмитрий Николаевич родился в целепу. Довещенский собор был деревянным. Истинный. Улюбший. Он не такой был маэд у нас, никакой промышленности, которая не портлась ног. Камила, сними меня, пожалуйста, вот здесь. А дальше уже абсолютно маэд у балла. Вот такой памятник появился у нас. Дмитрий Николаевич. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...